Друзья, всем доброе утро. Сейчас мы настроимся. Звук. Все. Окей. Так, еще раз всем доброе утро. У нас сегодня вебинар. Так и называется, доброе утро. Каждый день мы с вами здороваемся, общаемся, разбираем разные темы. И так, давайте сначала проверим картинка звук, что у нас со связью. Поставьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале. Хорошо, вижу десятки. Все хорошо, все отлично. Окей. Хорошо. Так, давайте, поехали. О чем я сегодня хотел с вами поговорить. Значит, ну, во-первых, у нас закончилась игра, с чем я вас поздравляю. Это был очень хороший период, очень хороший инструмент для развития нашего с вами бизнеса. За это время было очень много регистраций, появилось очень много новых партнеров у нас в командах. И мы с вами плавно начинаем перестраиваться уже на следующее событие, которое есть в нашей событийной линейке. Это наш осенний выезд. Вообще, одна из самых, наверное, мощных инструментов, которые есть в компании, которые работают по партнерской программе, это событийная линейка. То есть событийная линейка – это календарь всех наших мероприятий, компания, это, скажем так, совокупность всех мероприятий. И событийная линейка – это, еще раз, инструмент, или, может быть, там, серия инструментов для того, чтобы вы эффективно работали в этой компании с этим продуктом. И вот эта событийная линейка, она как раз-таки делается для партнеров, для того, чтобы вы могли встроиться в нее, в эту событийную линейку. И вот эта вот череда событий или череда каких-то мероприятий, которые отвечают, то есть разным целям нашим, да, чтобы в нее встроиться и по ней работать. Вообще, за всю мою, весь мой опыт, 17-летний опыт работы в партнерских программах, я вижу то, что те партнеры, которые встраиваются в событийную линейку, то есть не пропускают события, работают от события до события, у них, как правило, в бизнесе все хорошо. И наша с вами задача, вот если вы хотите получить максимальный результат от тех инструментов, которые дает компания, нужно встроиться в эту событийную линейку, то есть, скажем так, органично встроиться, свой бизнес, свою жизнь подстроить под вот эту событийную линейку и быть на каждом мероприятии. Вообще, когда у нас заканчивается какое-то событие или какое-то мероприятие в событийной линейке, то есть мы вначале работаем на него, как только оно закончилось, мы должны свой фокус перебрасывать уже на следующее событие. То есть мы с вами должны знать, что у нас, что зачем идет и постепенно вот эти события отрабатывать. У нас было большое такое мероприятие, такая большая активность, игра, это было 5 недель, мы с вами были активно в этом инструменте, в этом мероприятии, она закончилась, и сейчас мы с вами плавно переводим свой фокус на следующее событие. И сейчас весь наш с вами фокус должен быть, но на следующее мероприятие, это осенний выезд компании, это будет уже на следующей неделе, то есть в конце следующей недели мы с вами уже встретимся все в Сочи, и это одно из важнейших мероприятий в нашей событийной линейке. Вообще, у нас есть 4 таких важных события, которые делает компания, и на которые мы всегда акцентируем ваше внимание. Самое мощное, наверное, мероприятие, которое у нас есть, это итоги, это зима, мы с вами встречаемся, подводим итоги года и так далее, все это красиво, вот в таком формате проходит. Затем следующее, это лето, скажем так, не менее мощное, но немножко в другом формате, мы тоже встречаемся и отмечаем день рождения компании. То есть зимой у нас итоги года, летом день рождения компании, и есть еще осень и весна, и вот на осень и весну у нас есть различные выезды. То есть тогда, когда мы все вместе собираемся, куда-то едем и вместе проводим время, обучаемся, синхронизируемся и так далее. И у каждого мероприятия есть какая-то своя задача. Вот для осенних мероприятий, осенние мероприятия, это, наверное, задача номер один, это синхронизация, во-первых, то есть синхронизироваться с компанией, то есть что мы делаем, куда мы идем, куда мы смотрим, это очень важно, то есть быть в курсе вообще, что происходит. Это синхронизация. Второй момент – это обучение, потому что такое больше партнерское мероприятие, партнеры приезжают, и мы проводим обучение. Это также мотивация для того, чтобы получить вот это топливо, на котором вы дальше едете, вот эту уверенность, с которой вы потом идете к людям. Вот. Ну и также это продажа и рекрутинг, потому что мы на эти мероприятия приглашаем не только партнеров, но и гостей, то есть потенциальных партнеров и потенциальных наших клиентов можно приглашать на эти мероприятия. Вот. Поэтому это в то же время и рекрутинговое мероприятие. Поэтому еще раз, в нашей событийной линейке есть четыре важных мероприятия, которые делает компания, и вот мы с вами плавно подходим, уже на следующей неделе будет наш осенний выезд. И осенний выезд, он как бы отличается от всех других мероприятий в том же тем, что мы с вами находимся в активной сейчас бизнес такой фазе, то есть осень, это активный бизнес-процесс у всех, поэтому очень важно приехать, синхронизироваться. В компании очень много происходит всяких изменений, я сегодня тоже немножко об этом поговорю. Вот. И очень важно приехать и вот понять, что делает компания, куда мы идем, то есть у нас есть, есть что вам рассказать много, и также это обучение. И тоже хотел бы еще вот обратить внимание на обучение, то что мы на осеннем выезде, то есть мы много уделяем внимания именно обучению партнеров, там будет обучение и у топ-лидеров компании, и у меня тоже будет несколько блоков обучения. И вот одна из тоже больших ценностей компаний с партнерскими программами это обучение. Причем обучение именно вот в нашей, так скажем, модели работы. Буквально недавно у меня был разговор с человеком из корпоративного мира, то есть это крупная федеральная компания, где очень такая жесткая вертикаль выстроенная, значит, и я объяснял, чем отличаются партнерские программы и что хорошего в партнерских программах. Вот, я рассказывал о том, что в отличие от вертикали, которая, как правило, есть в крупных компаниях, и, наверное, там по-другому нельзя, вот, в партнерских программах у нас вот этот вот горизонталь, и человек, который, значит, приходит в партнерские программы, он приобретает, наверное, самый важный на сегодняшний день вот этот soft skill, навык, это эмпатия, это эмоциональный интеллект, тогда, когда ты умеешь правильно взаимодействовать с людьми на горизонтале, потому что взаимодействие вертикали, там все понятно, то есть это жесткие директивы, жесткие какие-то, может быть, там, KPI, вот, и есть, как бы, у человека есть страх, то, что его там уволят, и вот этим можно управлять, вот. А в горизонтальном системе, в горизонтальном системе управления там работает только мотивация, то есть тогда, когда ты с человеком находишь общий язык, тогда, когда ты с человеком дружишь, тогда, когда ты с человеком выстраиваешь правильные отношения, находишь подход к человеку, и за счет этого ты можешь мотивировать и добиваться тех результатов, которые ты при собой ставишь. Это очень важный навык, и вот те люди, которые выходят из партнерских программ, и потом, может быть, там, они уходят в линейный бизнес, или они, может быть, уходят в корпоративный мир, какие-то там руководящие должности, вот этот скилл, который они приобрели в партнерских программах, он им дает возможность очень быстро развиваться, потому что это одно из важнейших вообще навыков, это умение общаться с людьми, выстраивать отношения, эмоциональный интеллект, эмпатии и так далее. Это номер один, то есть все сейчас об этом говорят. И вот наша школа, она как раз-таки позволяет, то есть наши вот вот эти партнерские программы, они как раз-таки позволяют скилл накачать. Поэтому я еще раз хочу обратить ваше внимание, то есть у меня вот этот диалог просто был буквально вот на днях, он свежий, свежие впечатления, вот, и мы как бы там, диалог так мы дискутировали немножко, вот, и я как бы одно из преимуществ, как раз-таки вот об этом говорил, что те люди, которые сюда приходят, они вот это образование получают, не потому что мы так учим, не потому что мы так образуем, не потому что система так выстроена. И человек, который здесь прошел школу, поварился здесь год, два, три, там, больше лет, вот, у него вот этот скилл, который он потом в себя вшивает. Есть очень много людей, которые вот за мои 17 лет работы, то есть они прошли вот эту школу и потом ушли куда-то, ну, по разным там причинам, кто-то свой бизнес открыл линейный, кто-то ушел там в корпоративный мир, вот, они все, когда общаемся, они говорят, слушай, это была просто великолепная школа, я очень рад, что я был там в компании, в партнерских программах, я очень рад, что я ходил на обучение, я очень рад, что я вшил в себя вот эти вот принципы работы, когда ты развиваешь свой эмоциональный интеллект, и мне это очень сильно помогает в жизни. Поэтому, если вы здесь, и если вы с нами, то обращайте внимание на обучение, то есть обучение в партнерских программах, это, ну, одно из самых ценных, наверное, то, что здесь есть, и все тоже об этом говорят, и тот же самый Киосаки, пословутый, то есть он в своих книгах тоже говорит о том, что это самая, наверное, лучшая школа, которая на сегодняшний день есть, вот именно такая бизнес-школа. Вот, поэтому вот это осеннее мероприятие, оно будет как раз-таки про обучение, то есть про то, как мысли, про то, как устроить отношения с людьми, про то, как продавать, вот в этой горизонтали. Поэтому вот надо ездить. То есть это не только дает вам навыки и образование для того, чтобы здесь эффективно работать, это вообще, в принципе, в жизни очень сильно пригождается. И еще раз осенний выезд, например, на итогах мы делаем обучение, но там обучение, оно один день, когда со сцены спикеры вещают. То есть летом у нас мы даже не проводим обучение, то есть там только одно обучение для ВИПов. Вот, а вот именно выезды весенние и особенно осенние, это как раз-таки там, где мы очень много даем обучение, топ-лидеры дают, и есть очень много возможностей в неформальное общение на одной локации пообщаться, какие-то вопросы позадавать. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этим. В общем, глупо было бы этим не пользоваться, потому что это очень классная школа. Окей. Значит, осенний выезд в Сочи, 7-9 октября, в Сочи сейчас такой бархатный сезон, очень хорошая теплая погода, поэтому, если в ваших регионах уже стало холодать, есть возможность продлить лето, приехать в Сочи, вот, три дня мы будем работать, вы можете еще побольше остаться, вот, поэтому такая очень хорошая возможность. Итак, что будет у нас в Сочи? Первое. Так, 7 по 9 октября, три дня. 7 октября у нас будет выступление администрации и награждение победителей игры. 7 октября мы приглашаем вообще всех, и партнеров, и гостей, можете выгласить туда потенциальных ваших клиентов, потенциальных партнеров, вот, и в блоке выступления администрации мы подготовили, есть у нас очень много интересных новостей. Во-первых, у нас будет выступать директор по продукту Сергей Кустюжов, он будет говорить про обновления, и есть еще одно очень интересное обновление в продукте, которое будет стимулировать продажи, то есть он будет об этом говорить, продаж лицензии, продаж продукта. Вот, затем будет выступать директор по развитию Арат Измалов, он будет говорить про, ну, в целом про наше позиционирование, вот, и, bueno, то есть, куда мы сейчас смотрим, что мы сейчас хотим от продукта, что мы хотим, какие ниши мы хотим занимать и так далее. Я на вебинарах, вот, там, два месяца, три месяца говорил о том, что мы постоянно смотрим, как еще мы можем использовать продукт, то есть где может, где продукт наш может быть применим. Вот, и вот эти мысли, они же постоянно, мы не стоим на месте, вот, постоянно появляются новые идеи, и вот Айрат как раз будет рассказывать про такое, скажем, не то, что новое позиционирование, а вот то, куда мы сейчас смотрим. И он будет рассказывать про работу с крупными компаниями. У нас сейчас есть уже кейсы крупных федеральных компаний, которые заходят на платформу, вот, уже есть одна крупная компания, уже есть один кейс, есть на очереди тоже несколько кейсов, не знаю, возможно, мы успеем до Сочи их включить уже, вот, и тоже Айрат будет об этом говорить. Затем будет выступать директор по маркетингу Стас Калашников, тоже будет рассказывать про новые механики, мы сейчас тестируем новые механики, значит, новые рекламные возможности, и это все говорит о том, что, добавляя новые механики, мы даем возможность нашим партнерам все больше и больше зарабатывать денег, а нашим клиентам все больше и больше возможностей как-то выделиться и увеличить свои продажи, увеличить свои показатели в их бизнесе. Вот, Стас тоже будет об этом говорить. И там тоже буду выступать я, то есть, мой блог будет по, то есть, я так все это резюмирую, и мы с вами поговорим о том, куда мы дальше смотрим, что мы дальше хотим, и у нас с вами еще потом идет плавная подготовка уже к итогам года, который будет в феврале 24-го года, вот, тоже об этом мы поговорим немножко. Хорошо, идем дальше. 8 октября у нас, следующий день у нас будет весь день обучения от топ-лидеров компании. Это как раз-таки вот та возможность, когда можно послушать тех ребят, которые здесь уже какое-то время работают, у них уже есть какие-то результаты, то есть, те люди, которые на сегодняшний день на острие, то есть, у них есть результаты, они в полях, то есть, у них все хорошо, и они вот на этой энергии будут делиться своими знаниями, какими-то своими инсайтами, откровениями. И вот это как раз-таки то, куда нужно ехать, попасть, потому что, еще раз, это те ребята, которые в партнерской программе сумели добиться успеха, результатов. Это те люди, которые за счет своих вот этих вот софт-скиллов, софт-скилл и эмпатии, национальный интеллект, выстраивают команду, и эта команда дает результаты. Вот, это, ну, вообще очень ценно, на самом деле, послушать таких людей, и я даже не знаю, сколько стоил бы такой тренинг, чтобы вот таких вот ребят вывести на сцену, чтобы они поделились, причем это не просто какие-то теоретики, а это практики, то есть, те люди, которые пришли из полей и рассказывают. Вот, поэтому вот это обучение очень ценно. 8 октября надо обязательно там всем быть, вот, и послушать. Это тоже для партнеров и гостей. Вы можете пригласить потенциальных клиентов, потенциальных партнеров, чтобы они приехали, посмотрели. То есть, они могут прийти на это обучение и посмотреть вообще, в принципе, на компанию, на ребят, на команду. Затем, 9 октября у нас будет уже обучение для партнеров VIP и выше. То есть, в первой половине будет только для VIP-ов, а вторая половина дня, второй блок обучения будет для партнеров VIP, плюс тех, кто выполнил бонус масштабирования и статус ключевого менеджера. Там буду проводить обучение полностью я, и о чем бы я хотел там поговорить. Значит, я хотел бы там поговорить о том, ну, вообще, осенний, еще раз, осенний выезд – это выезд про обучение, про инструменты. И я хотел бы с вами там поговорить про продажи или, так скажем, про хладнокровные продажи. Что значит хладнокровные продажи? Хладнокровные продажи – это тогда, когда вы идете со стопроцентной уверенностью в переговоры и потом в сделку. Вообще, замечали когда-нибудь, что чем сильнее, когда вы что-то делаете, чем сильнее у вас желание получить конечный результат, тем меньше уверенности. Еще раз, чем сильнее желание, тем меньше уверенности. Вот, например, когда я в переговорах, у меня есть там передо мной сидит потенциальный клиент или потенциальный партнер, я провожу ему переговоры, и чем выше у меня желание эту сделку сделать, закрыть, тем ниже у меня уверенность. И наоборот, чем меньше желание, тем выше уверенность. То есть, вот это вот, то есть, ваше спокойствие равно ваша уверенность в переговорах. И люди всегда это чувствуют. То есть, хладнокровные продажи – это тогда, когда вы приходите, заходите в сделку, не имея вообще никакого абсолютно желания эту сделку закрыть. И люди всегда это чувствуют. И когда у вас это желание на минимуме или оно вообще отсутствует, вы говорите о том, что у вас уверенность очень высокая. И люди это очень чувствуют. И вы сами чувствуете, да, когда с вами кто-то разговаривает именно в продажах, когда вам кто-то что-то продает, вы это чувствуете. Человек очень хочет закрыть сделку, и вы ощущаете это каким-то образом невербально, и у вас появляются какие-то сомнения. Человек очень сильно хочет закрыть сделку, и вы можете по-разному трактовать, но, как правило, мы это интуитивно трактуем как отсутствие уверенности у этого человека. Поэтому мы с вами как раз на вот эту тему подискутируем, то есть, ну, как бы поизучаем эту тему. То есть, еще раз, чем сильнее желание, тем меньше уверенности, чем меньше желание, тем больше уверенности. То есть, это вот, не знаю, когда вы какое-то действие делаете, и у вас вообще отсутствует желание, ну, я не знаю, например, вы там, привет тому же Зелану, да, вы выходите, вышли в ларек за газетой. То есть, вы пошли купить газету, и у вас нет там вообще никого абсолютно желания, потому что вы знаете, что вы придете, вы эту газету купите, а если ларек будет закрыт, вы просто пойдете на другую улицу, там другой ларек, и купите газету. Вы это спокойно делаете, абсолютно. И вот здесь у вас уверенность просто на 100%. И вот в продажах нужно учиться добиваться этого, потому что, еще раз, мир, мы знаем, что мир – зеркало, я первичен, мир вторичен, и мир всегда просто отражает то, что есть у вас внутри. Если у вас есть сомнения, мир отражает эти сомнения, реализует эти сомнения. Если у вас внутри 100% уверенность, спокойствие, картинка тоже такая, которая вас куржает, она тоже такая спокойная, уверенная и так далее. И те люди, которые добиваются больших результатов в жизни, это те люди, которые просто идут за своей газеткой. То есть, у них нет никого там абсолютно желания, сильного жгучего. Вот. Они просто приходят, берут, приходят и берут то, что им нужно. Вот. И это как раз-таки про уверенность. Вот мы с вами об этом поговорим, поговорим про инструменты, как вот эту уверенность приобретать. Потому что даже когда, например, когда мы получаем какое-то образование или что-то, учимся чему-то, что мы делаем? То есть, нам кажется, что мы приобретаем какие-то abtrillionные навыки, но на самом деле мы приобретаем уверенность. То есть, у меня есть понимание, что я там что-то, чему-то научился, ну, не знаю, например, я там прошел, прошел какие-то тренинги, прошел курсы, например. И я не столько приобрел навыки, сколько я приобрел уверенность, что у меня есть какая-то уверенность, что я какие-то навыки приобрел, и потом с этой уверенностью я иду в сделки. Поэтому даже когда мы что-то изучаем, мы, по сути, приобретаем просто уверенность. И эту уверенность можно по-разному в себе воспитывать. Даже тогда, когда вроде бы вы не знаете о том, что есть там... То есть я не на 100% уверена, ее можно, скажем так, каким-то образом приобретать для того, чтобы вот с этим состоянием в сделку заходить. Еще раз, люди это очень чувствуют. Вот я не знаю, может сумбурно немножко, но вот это та тема, которую бы я хотел с вами поизучать вот на этих двух блоках, в начале для веков, а потом еще для ребят, которые еще бонусы масштабирования выполнили. Вот эту тему мы с вами будем изучать. Хлубнокровные продажи. То есть это вот наши мероприятия, которые планируются в Сочи. Вот, в принципе, вся информация. Еще раз скажу, что в компании есть очень сильный, мощный инструмент – это событийная линейка. И эти все события, они делаются для вас, для партнеров, для того, чтобы у вас были инструменты. Компании дешевле – это вообще проще ничего не делать. Вот. И департамент масштабирования тоже проще вообще ничего не делать. Но мы это создаем для того, чтобы у партнеров были инструменты. Поэтому, то есть это инструменты, которые вам даются. И, то есть, вот, пожалуйста, работайте с помощью этих инструментов, повышайте результаты вашей бизнеса. Вот. Поэтому эти инструменты создаются, чтобы вы в них встраивались и ими пользовались. Поэтому, еще раз, те партнеры, это мой опыт, те партнеры, которые органично встраиваются в партнерскую, в событийную линейку и используют все эти инструменты, участвуют на всех событиях, пользуются всеми вот этими инструментами. У них, как правило, в бизнесе все хорошо. Вот. Поэтому до встречи в Сочи совсем скоро, уже в конце следующей недели. Мы с вами увидимся и будем общаться, обучаться, делиться какими-то инсайтами. И администрация тоже, да, расскажет очень много интересных новостей. На этом все. Все, спасибо. Всем хорошего дня. Все, всем пока. Продолжение следует...